Всем привет! Вы на канале SEO Quick и я сегодня постараюсь вам рассказать, зачем вам нужны вебинары, ну и зачем они вообще нужны в целом, то есть для каких видов бизнеса они годятся и вообще какие они виды бывают. Я по этому поводу написал большую статью, ссылочка будет в описании, ну а это видео для тех ленивых, которые не любят читать, то я постараюсь рассказать вкратце основную суть, то что есть в статье об этом видео. Давайте разберемся, что такое вебинар, вот собственно, чем он отличается от других видов создания контента, взаимодействия с аудиторией. Вебинар это своеобразная онлайн конференция, которая проводится на каком-то либо стриминговом сервисе, где в режиме онлайн вы общаетесь с аудиторией в формате монолога, ну и в каких-то форматах, в формате диалога, отвечая на комментарии, которые задают вам пользователи. Да, не стоит путать с обычным стримом, да, где просто там стримится все, что угодно, и то есть люди приходят на стрим посмотреть и позадавать вопросы. Вебинары отличают в первую очередь более заточенность на информировании аудитории о каком-то важном инфоповоде, когда вы хотите поговорить о каких-то необычных проблемах, ну, задать какую-то одну проблему и рассказать о ней аудитории в режиме онлайн. Чем это отличается от видеоролика? Ну, само собой, видеоролик вы можете записать, как я записываю сейчас этот видеоролик, почикать, смонтировать и уже в готовом виде передать его дизайнеру на то, чтобы он заливал на ваш YouTube канал. Собственно, видеоролики отличают тем, что вы можете четко подготовиться и выбрать, что вы будете рассказывать. Соответственно, в YouTube ролике отличает от вебинаров большая заточенность на онлайн-презентацию и меньшая заточенность, конечно же, на что? На ключевые слова. Следует помнить, что вебинары обычно не затачиваются под Google поиск, они плохо ранжируются, по факту они реально плохо ранжируются, и поэтому они не будут собирать огромное количество просмотров. Вы можете посмотреть, что у ряда роликов, даже, например, на нашем канале, топ просмотров занимают не вебинары. На большинстве каналов, которые я изучал в топе просмотров, не вебинары, а именно классические YouTube ролики. Обратите на это внимание. Поэтому я бы сказал, что вебинары не тот метод для того, чтобы привлекать новую аудиторию. Ну, а зачем же они тогда нужны? Как же тогда, собственно, зачем они используются? И мы поговорим про виды вебинаров, какие они бывают. В первую очередь мы рассмотрим несколько видов вебинаров. Есть вебинары открытые, есть вебинары закрытые, и есть вебинары, так называемые, по приглашению. Вот, что такое открытые вебинары? Это те вебинары, которые обычно публикуем мы у себя на канале, которые публичные, анонсируются во множестве событий, и на них может прийти и посмотреть любой желающий. То есть, фактически, они от стримов ничем особо не отличаются. По факту, действительно отличаются только содержанием от обычных стримов. Закрытые вебинары – это же вебинары, которые проводятся, обычно, как говорится, среди сотрудников компании, мы проводим аналогичные вебинары внутри своего коллектива, когда происходит образование коллектива, когда, допустим, я хочу показать какой-то инструментарий, новые функции, какие-то необычные науховы решения. Я обычно записываю в режиме онлайн-трансляции и выгружаю в закрытый канал на YouTube у нас эти ролики. То есть, они используются именно для этой цели, чтобы рассказать аудитории, собственно, нашим сотрудникам, что у нас, как работает, какие функции можно пользоваться и какие результаты можно добиться. То есть, обычно я готовлюсь, пытаюсь показать и в какой-то ограниченный хрометраж пошагово объясняю, что и как делается. Для того, чтобы потом это видео сохранить, и оно было уже доступно для того, чтобы человек, если новый придет сотрудник, чтобы он просто посмотрел и формируется, таким образом, внутренняя база знаний. То есть, понятно, что для этих вебинаров вам особо готовиться не надо. Ваши зрители – это ваши сотрудники. Ваша задача только все лишь наладить трансляцию и сохранить результат. В первом же случае вам нужно действительно привлечь зрителей. И здесь вот мы поговорим чуть-чуть позже про то, как можно привлекать зрителей на вебинар. И в этом видео я постараюсь именно коснуться больше проблем, как его организовать и как его провести. Потому что в статье я больше рассказал про то, что такие они бывают, какие они там могут быть. А это видео я посвящу исключительно, как провести этот самый вебинар. Следует помнить, что самое большое вовлечение сейчас по мнению ClickMeeting на 95% маркетологов считает, что наибольшее вовлечение аудитории имеет именно видеоконтент. То есть, он занимает лидирующее место, средственно, в привлечении аудитории, в удержании аудитории на фоне вашего контента. Соответственно, 87% маркетологов, которые я просила ClickMeeting, используют видеоконтент для того, чтобы привлекать трафик на свой собственный сайт. А 45% маркетологов используют вебинары в различных методиках для того, чтобы привлечь внимание к своему бизнесу, к своим продуктам. То есть, вебинары на самом деле действительно набирают популярность. И вы можете со мной поспорить, но сейчас я вам это попросту покажу и заодно расскажу, как организовываться вебинар. Итак, давайте разберем, в чем, собственно, секрет популярности, да, собственно, этой темы, по которой я сейчас пишу это видео. Конечно же, проверяем популярность. Мы всегда, конечно же, в Google Trends. Вбиваем наш запрос и смотрим, на пик он популярности или на спаде. Простейший трюк, если вы не знаете, действительно, на что уделять внимание. Смотрим вебинар Google Trends. Поисковый запрос у нас лидирует по всему миру. Если мы выберем даже Украину, мы увидим, что, в принципе, пик популярности был более безумный буквально недавно, на прошлой неделе. Сейчас небольшой спад, понятно, Пасха, праздники были, люди об этом не думают. Но мы уверены, что он обратно наберет все и больше, и большую популярность. Что это значит? Люди сидят дома, в изоляции. Они должны как-то развлекать себя, образовывать себя, интересоваться. Какой самый популярный метод развлечения? Конечно же, смотреть видео. Я думаю, вы по этой причине и смотрите YouTube, высматриваете все любимые каналы, что они свеженького выпустили, для того, чтобы развлечься. Ну и, конечно же, следите за новостями, следите за трендами. А контент-мейкеры, да попросту не успевают, и они думают, как бы быстрее пилить эфиры, потому что вот вы их потребляете, вот они с этого зарабатывают, они привлекают к себе внимание, само собой. Они понимают, что надо вот сейчас на этой волне действительно делать популярность. И действительно, вебинары в этом плане, они проще, потому что для того, чтобы сделать вебинар, вам не нужно много денег. Например, для того, чтобы смонтировать вот этот ролик, ну, мне нужно было, ну, говорится, собрать сценарий, собрать тему, о чем поговорить, да, вот собрать темы, на которые нужно будет обсудить в ролике, и само собой осветить это вам в понятном формате. И, конечно же, смонтировать, и монтаж уже выложить. С вебинаром все проще, вы выбираете тему, вы структурируете тему разговора, рассказываете в течение эфира, вот он в том виде, как он смонтировался, он готов, и он остается в записи. Фактически вам ничего не надо, кроме самого сервиса, на котором вы этот вебинар проводите. То есть, ваше время, плюс плата за этот сервис, и вот все расходы на вебинар. То есть, условно говоря, если вы проводите 4 вебинара в месяц, один вебинар вам находится где-то по затратам в 5 долларов, а по себестоимости чуть-чуть больше. Ну, если учесть ваше пару часов времени. Очень быстро и очень просто. В то время как с видеороликом, ну, монтаж от 50 до 100 долларов за монтаж, это нормальная практика, средняя цена на любом фрилансе. Вы можете погуглить и проверить. Поэтому с роликами действительно здесь может быть, если, конечно, не поставлен на поток, может быть цена дешевле. Но попробуйте сделать сами. Ролики обходятся дороже, вы должны вот это учесть. То есть, сделая YouTube ролики, вы должны понимать, что контент производства YouTube ролика, оно обходится дороже. Продвижение тоже требует определенных средств. С вебинаром проще. И об этом далее. Едем, как говорится, дальше. Смотрим, собственно, почему я обратил внимание на этот пик популярности. Я решил проверить и, конечно же, зарубежный запрос. И зарубежный запрос вебинара имеет тоже активный трафик, ну, конечно, не по Украине, по всему миру. Мы видим, что безумно популярна тема вебинаров. И я проверил, конечно же, самые популярные вебинары – это вебинары касательно коронавируса. Да, люди ищут информацию, узнают какие-то свежие эфиры, следят за свежими эфирами совместными. Поэтому даже если мы просто вбьем этот ключ в YouTube, то есть мы увидим кучу контента по этой теме. То есть если вот просто коронавирус вебинар, мы увидим кучу контента на этой теме, вебинары, которые проводились на каналах, и они собирают там тысячи просмотров, две тысячи просмотров, то есть 24 тысячи просмотров. То есть вы видите, что выкладываются вебинары, они собирают довольно много просмотров, даже буквально вышедшие несколько дней назад. то есть тема просто хайповая популярная ну собственно и какой вывод напрашивается во первых наслаиваем люди ищут вебинары люди ищут хайповые темы скрещиваем одно плюс другое и получаем дешевый контент и ответ готов видео говорится привлечение трафика на хайповую тему если момент это выбор той самой хайповой тем что такое хайповая тема это та самая тема которая ну имеет пик популярность посмотрим что же у нас на русскоязычном сегменте творится какие темы действительно люди интересуются больше всего то есть вот если мы возьмем тему вебинара какой ключевой запрос вот именно больше всего людей интересует вот возьмем запрос в google trends сделать это очень легко мы высмотрим вебинар здесь мы смотрим какие запросы имеют сверх популярность и я увидел запрос как записать вебинар вот собственно я вел что этот запрос как говорится его немножко лихорадит по всему миру то есть но в целом люди ищут его и стабильно популярность у него как бы растет то есть люди ищут как записать вебинар поэтому все что связано с этой темой будет интересно некоторое время и мы расскажем как его записать вот первых как я говорил вебинары существует нескольких видов есть открытые вебинары есть вебинары как говорится закрытые открытый вебинар это например классический вебинар который у нас есть на канале например мой недавний вебинар по юзабилити сайта который был посвящен исключительно только юзабилити допустим или вот как выжить ответы как выжить бизнесу вот мой был посвящен нет я сейчас его найду юзабилити это был вот мой был собственный вебинар где проводил анализ юзабилити сайтов этот вебинар делался как говорится просто я ваши сайты клиентов и я их обозревал то есть и отвечал конечно же на вопросы в чате которые мне активненько тогда задавали вопросиков было действительно много ну вот вебинар конечно набрал немного просмотров но вовлечение у него было очень крутым то есть реально вовлечение было крутым потому что пришла именно целевая аудитория я целевая аудитория пообщался и ответил целевая аудитория на ее вопросы собственно к чему я веду такие вебинары они действительно хороши тем что вы сами общаетесь аудиторию которую вы к себе пригласили второй вебинар это совместные вебинары например вот вебинар доктора комаровского да и big money канала вот здесь фактически даже это сказать они провели трансляцию и уже ее записали уже ее выложили потому что здесь по факту как такового чатика нет они просто провели трансляцию и записали ее формально это можно назвать трансляцией можно назвать вебинаров если бы они его проводили в прямом эфире это было бы как говорится трансляция то есть полноценная трансляция где люди задают вопросы в комментариях здесь трансляция если проводилась на то она проводилась на стороне площадке а запись совместного вебинара уже было выложено также куча совместных вебинаров есть у нас на канале вы можете тоже их зайти посмотреть есть вебинар который я проводил для seo без воды то есть его можно тоже найти вот вебинар seo без воды это это он у нас выступал соответственно и вот мы сейчас найдем прожарку вот тот самый вебинар который мы проводили нет алек шестаков а вот есть вот seo quick так вот мы его сейчас найдем seo quick так 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 и не найдем где-то в общем я ссылочку найду оставлю в описании этого видео в общем случае вот пример тоже совместного вебинара когда светлана величка выступала у нас на совместном вопросе по продвижению сайтов по линдбилдингу такой вебинар как говорится проводится тоже вы приглашаете спикера и организовываете связь как это сделать самый простой способ мы нашли сервис мы рекомендуем этот сервис всем кто собирается проводить вебинары называется сервис stream yard stream yard позволяет проводить те самые трансляции планировать их и конечно же сразу же создавать эфир и просто в ютубе вы просто создаете эфир выбираете на каких площадках планируете его транслировать выбираете дату когда вы собираетесь его проводить например там 30 числа или там какого-то другого числа очень важно если вы хотите в трансляции на facebook нужно за неделю для youtube все равно можно в любой день выбираете название описание тип вебинара какой он будет будет ли он в списке будет ли он частным либо будет он публичным ну и соответственно прикладывайте картинку готовая как говорится версия выглядит вот так например вот заполненная для фейсбука трансляция заполненная для youtube мы заполнили и он уже доступен при входе в эту комнатку как говорится да вы можете зайти в эту broadcast studio и в этой broadcast studio посмотреть собственно как она все выглядит понятно вот сейчас вот он мне покажет на мою вебку привет вот мы сейчас зайдем эту broadcast studio и здесь вот мы вот можем выключить микрофон чтобы у нас не мешал вот мы здесь можем добавлять себя добавлять других спикеров которые пришли вот мы можем их по этой ссылочке пригласить они придут по этой ссылочке и смогут пообщаться ну и соответственно здесь можно вывести экран что тоже очень удобно то есть я могу так взять вывести экран и показывая экран например да то есть он уже ведет вебинар для старта мне нужно всего лишь нажать кнопочку go live и я выйду в эфир и таким образом вебинар организован просто говорится если нюанс да тут вы должны понимать чтобы у вас были разблокированы вот эти функции связанные с брендингом обязательно нужно этот сервис купить то него есть тарифы как положено любых уважающих себя сервисов которые хотят как-то зарабатывать да есть тарифы он бесплатный если он бесплатный тогда у вас будет везде отображаться вот эта у . если он говорится вы оплатите то полноценно у вас будет функционал вы сможете настраивать все в нем то есть и баннеры выводить полноценно и брендировать в свой собственный канал то есть вот как вам нравится можно под любые бренды сразу настроить заранее если у вас мульти брендовые условно говоря ведение вебинаров то есть все очень просто едем дальше чтобы я бы обратил внимание когда вы планируете создавать вебинар готовый вебинар само собой нужно этот как его называется распиарить и вот вот здесь мы пройдемся по методам как можно распиарить свой собственный вебинар в первую очередь я бы порекомендовал использовать email рассылку объясню почему все вебинары активно продвигаются исключительно через email яндекс множество других сервисов рассылает свои вебинары по email базам email база тщательно собираются рафинируются по отклику и оставляются те которые максимально говорится теплые для того чтобы действительно рассылать вебинары с рассылками нужно работать очень тщательно нужно очень правильно продумать тему письма очень важно вначале темы письма ставить что это вебинар либо приглашение на вебинар почему потому что email поле по умолчанию очень короткое на превью телефона не все не помещается поэтому очень важно уделить внимание именно этому то есть вы должны четко написать о чем письмо то есть первые первые слова должны четко определить что это письмо касается вебинара поэтому если вы этого не сделаете кликами будет плохая я проводила бы тест рассылаю вебинар разными методами и название вебинара не является триггером а вот слово вебинар срабатывает и люди действительно это кликают и открывают письма и читают о чем оно то есть какой текст что это приглашение на вебинар и собственно расписана информация программа вебинара и тому подобное поэтому однозначно да я считаю что работать с email рассылкой нужно второй метод привлечения трафика конечно же это любимые телеграм-каналы собственно стабильно зрителей я привожу через телеграм-канал потому что у нас уже там 500 почти читателей из них стабильно приходят на вебинар как минимум процентов 10-15 то есть мне стоит написать 10-15 процентов приходят смотрят вебинар почему потому что каждый раз что-то новенькое хоть и мы примерно повторяем одну и ту же тему но всегда зовем гостей чтобы они рассказали что-то новенькое ну и конечно же третий канал привлечения трафика это рассылки через push через push уведомления которые сейчас нынче стоят в каждом браузере да ну и конечно же через чаты например очень удобно использовать facebook чат и рассылать по facebook чату через подписку на вашем сайте уведомления это действительно работает и отклик с него можно хотя бы привлечь еще дополнительных зрителей сколько в итоге обычно зрители приходит на вебинар я вам сразу скажу тысячи не приходят и действительно есть определенная причина для того чтобы на вебинар пришло тысячи зрителей найти тысячу зрителей должны а быть свободны в этот момент времени то есть не работать мягко говоря сидеть ждать вашего вебинара во вторых они как говорится ну должен быть вовремя оповещены ну и в третьих ну как бы тема которую вы освещаете должна быть максимально им интересно почему по одной простой причине если вебинар остается в записи обычно смотрят в записи самый популярный коммент у нас в вебинаре запись будет запись останется да запись мы всегда оставляем для своих вебинаров это факт мы не прячем их они все открыты их можно всегда зайти и посмотреть поэтому да действительно вебинары всегда у нас остаются в записи и немножечко по поводу цифр следует помнить что 70 процентов людей которые смотрят вебинар смотрят потому что эта тема касается их профиля деятельности чаще не интересов а именно их работы люди смотрят вебинары потому что допустим для их профиля деятельности им нужно заниматься самообразованием задайте вопрос сколько сотрудников у вас занимаются самообразованием на вашей работе если вы скажете что у вас ой меня мало народу там то ну вам нужно либо мотивирует сотрудников либо обновлять штат на самом деле это хороший знак если сотрудники активно смотрят какие-то вебинары участвуют ну смотрит какие-то конференции смотрят ролики потому что самообразование считает это действительно высокое качество для сотрудников неважно в какой отрасли он работает если он обучается интересуется чем-то свеженьким и следит за мнениями это действительно жирный ему плюс и в принципе если он посещает там смотрит вебинары для него как бы я бы присмотрелся к этому сотруднику потому что заставить кого-то смотреть вебинар это бесполезно говорится нельзя заставить человека что-то выучить если он хочет выучить он это выучит а теперь еще немножечко цифр даже если вам пришло немножечко зрителей но следует помнить что 61 процент всех зрителей перейдут на ссылочку которая указана в профиле спикера вебинара либо который он действительно порекомендовал 50 где-то около 50 процентов порекомендует этот вебинар своим коллегам ну и соответственно треть всех зрителей могут заказать услугу будучи с мотивированным просмотром вебинара ну все конечно зависит от его качества то есть обычно вебинар провоцирует эти действия поэтому у вебинаров несколько задач первая задача это обучение вторая задача это продажи ну давайте поговорим немножечко по поводу того почему люди не хотят регистрироваться на вебинары в первую очередь они боятся что им там будут продавать да это самый большой риск собственно пойти на вебинар и знаешь что тебе впарят всего лишь нам 20 процентов полезного контента а за остальное будь добр отстегни там какую-то сумму x и какую-то сумму и эту сумму мы вам не вернем если даже вам что-то не понравится то есть есть такой нюанс вы должны понимать что есть такие действительно спикеры которые проводят вебинары в таком формате то есть вместо того чтобы действительно общаться с аудиторией они продают через этот вебинар говорится пиаре тизер своего контента ну и как говорится предлагая купить весь инфопродукт именно поэтому к вебинарам есть такое отношение потому что люди натыкаются на промо-вебинары промо-вебинары это и есть те вебинары пиара какого-то конкретного продукта будь то инфопродукт или ну реальный продукт реальный товар который вы там хотите купить там не знаю не знаю все что угодно и вебинар посвящен тому что он отвечает на вопросы под как допустим что нужно сделать если вы купите этот продукт и причем реально продукт может быть любым это может все что угодно но вот именно из-за этого если люди боятся что это будет обычный промо-вебинар для них это просто потраченное время да и фактически бессмысленно говорится потрачено время потому что они всего лишь посмотрели большущий 40 минут или там часовой рекламный ролик поэтому да вот это первая причина по которой люди не хотят регистрироваться на вебинары вторая причина это собственно они не знают кого не будут смотреть может он им впарит воду может он им впарит ерунду то есть они придут на урок по образованию и потратят час ни на что самые популярные отзывы нам на вебинары да который я находил сети это там типа рассказывают общепринятые вещи то есть а я еще за это заплатил то есть это я касаюсь платных вебинаров а на бесплатном вебинаре просто потерял время ничего нового не узнал ну то есть есть такая особенность да потому что ну вебинар должен что-то рассказывать новое что-то интересное что-то обсуждать важно отвечать на вопросы аудитории которая пришла если по факту толком то ничего люди не узнают и мне интересно не понимать что это просто выкинутый час жизни как говорится которые не потратили за зря то есть ценность вебинара тоже сильно обесцениваться если вот люди ожидают такого поэтому записывая вебинары вы должны как говорится правильно формировать себе репутацию то есть вы должны не пытаться продавать прямо в вебинаре и ну не пытаться говорится лить воду в вебинаре потому что люди это не любят люди любят по делу сухо взяли вопрос на него дали ответы то есть максимум там виде формата лекции то есть действительно люди приходят за лекции для того чтобы образоваться это то зачем люди действительно идут на вебинар они хотят учиться следует помню они хотят узнать что-то новое что-то важное и уж точно их не интересует почем вы хотите продать свой курс там и что в этом курсе входит то есть их это меньше всего волнует они об этом могут почитать то есть но их интересует какая-то полезная и важная инфа поэтому даже если вы продаете там частные уроки давайте какие-то уроки просто в формате вебинара например это касается сайтов по образованию там английского языка ребята ну если вы продаете курс английского языка вам ничто не мешает какие-то основы грамматики какие-то базовые вещи которые действительно людям нужно знать потому что некоторые знают базу они не придут смотреть а те кто базу не знает придут посмотрят то есть вы сразу говорите мы рассказываем базу то есть не какие-то секреты а там вода нет мы говорим вот сегодня мы пройдем там present indefinite да и разберемся present indefinite как она работает да то есть как как она формируется вот все по пунктам то есть действительно придут там студенты которые учат английский там приедут там те кто собираются уехать придут посмотрят ваш вебинар и потом заинтересуется о вы классный специалист и вот здесь третья особенность почему люди не идут на вебинары неизвестность спикера то есть они не знают кто это такой если спикер неизвестен про него нет ничего то соответственно его популярность вебинаров говорится будет нулевой яркий пример да вот если какой-то неизвестный доктор там с одесской больницы захочет вести вебинар и доктор комаровский захочет вести вебинар конечно все попрутся к доктору комаровскому потому что он известная личность а там допустим доктора одесской больницы даже если он великий специалист никто не знает поэтому нужно начинать развивать персону спикера это нужно делать при помощи статей, публикаций, роликов в ютубе. Ну то есть нужно создавать контент, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Как только ваша персона станет действительно популярной, то действительно ввести вебинары, уже приглашать гостей. Если у вас уже набралось хотя бы 100 зрителей в режиме онлайн, уже я говорю вам, это успех, вы можете двигаться дальше и действительно не останавливаться на этом. Но отсутствие персоны спикера может стать тормозом для того, чтобы вебинары не сработали. Поэтому напоминаю, не льем воду, не продаем, развиваем персону спикера. Вот это секрет успеха любых вебинаров в вашем бизнесе. Если вы этого еще не начали делать, начните. В противном случае вас смотрят наверное и ваши конкуренты, да мои тоже кстати, и они будут делать то же самое. И пока вы это не сделали, они развиваются своих спикеров, своих медийных личностей, своих лидеров мнений и будут забирать у вас аудиторию. Потому что в 2020 году, я уверен, что это будет год вебинаров, год видео контента, год онлайн трансляций, год обсуждений в прямом эфире. И почему эта причина? Это изоляция, потому что люди действительно сидят дома. И вот на эти моменты я бы уделил внимание, что сейчас нужно создавать вебинары, продумывать контент-план, приглашать себе спикеров. Первое время вам придется приглашать спикеров для того, чтобы привлечь к себе внимание, потому что его аудитория может прийти к вам, а ваша к нему. Конечно же идет обмен аудиториями, поэтому приглашать спикеров я всегда считаю нужно делать правильным. Такой нетворкинг в сети. Да, обычно нетворкингом называется, когда вы просто меняетесь визитками на встречах, да, там обмениваетесь контактами. Ну вот нетворкинг в сети тоже действительно нужен. Знакомьтесь, ищите спикеров, приглашайте к себе, проводите совместные эфиры, обсуждайте совместные темы. Ну, не забывайте о том, что одни вебинары тоже не работают. Например, известный спикер, бизнес-тренер Радислав Гондопас, он сказал, что вебинары составляют у него всего лишь 5% всего эфира, но он хочет выбить число на 30%, но он не будет выводить, полностью себя переводить в вебинары. По причине он предпочитает живое общение. Живое общение ценит он гораздо больше с аудиторией, чем вебинары. Ну, вебинарам он тоже будет уделять внимание. Поэтому одни вебинарами, то есть вы контент свой не построите. Вы должны строить контент на видеороликах, на статьях, на подкастах, на продвижении себя на других источниках, на гостевых постах и на вебинарах. Ну, то есть вот я рекомендую сейчас строить контент на всех направлениях. Ну, и в соцсетях, само собой. Поэтому, ребята, 2020 год ознаменуется тем, что контент будет создаваться более массово и упор будет вестись на видеоконтент. Казалось бы, да, и действительно видео помогут продвинуть ваши сайты. На сегодня у меня все. По поводу вебинаров будет еще следующее видео, по поводу технической реализации каких-то отдельных моментов. А каких моментов? Я запишу это видео, если под этим видео будет много вопросов, которые вы мне, конечно же, зададите. И на эти вопросы, я постараюсь ответить в следующем видеоролике. До новых встреч!